Здравствуйте! В эфире информационная программа «Республика» в студии Максим Попов. О главных новостях Чувашии прямо сейчас. Не пройти, не проехать. Жители шести деревень Маргалшского района лишились дороги из-за недобросовестного подрядчика. Готовность номер один. В Чувашии проходят всероссийские командно-штабные учения. Лидеры России. В Чувашии продолжается прием заявок на всероссийский конкурс. Новая Чемеева, Ярокосы, Шептаки, Старые Мадики, Харной, Верхний Тамлай. Шесть деревень Маргалшского района объединила одна проблема – дорога. Чтобы ее построить, они собрали свои средства, но радость была недолгой. Несоблюдение технологии укладки дорожного покрытия привело к плачевным результатам. Дорогу не надо было так строить. Не может прийти. Дорога очень плохая, я кукам. Дорога очень плохая, не могу. И вчера ребятам, нашим внукам в садик не могли отпускать. Не пройти, не проехать – так отзываются жители деревни Верхний Тамлай о дороге, о которой мечтали долгие годы. Но когда ее, наконец, достроили, легче, увы, стало ненадолго. В 2019 году население деревни Верхний Тамлай, Ярово-Косинское сельское поселение, решило по программе инициативно-бюджетирование отремонтировать дорогу у себя в деревне протяженностью 1 километр. Стоимость проекта около 2 миллионов. В апреле месяце 2019 года, после проведения аукциона, был заключен муниципальный контракт с подрядчиком ООО «Строительная компания Еврострой». Работы завершили вовремя, но покрытие не выдержало испытаний погодой. Лето 2019-го выдалось дождливым. И уже в конце августа, по словам местных жителей, она поплыла и рассыпалась. Сельчане начали писать письма с претензией в адрес строительной компании, но ответа так и не дождались. Осенью того же года, 19 октября месяца, после продолжительных дождей, обратил внимание, что щебень начал растворяться и превращаться в кашу. Мы обратились в арбитражный суд. Дело сейчас у нас как раз в производстве арбитражного суда находится. Ну и параллельно, то есть, следственные органы сейчас занимаются этим вопросом. В такой же ситуации оказались и другие заказчики всего шесть деревень. Из них только одна, верхний тамлай, выполненные работы не приняла. Администрация деревни для проведения строительного контроля заключила договор со специализированной организацией. По результатам проверки которой был выявлен ряд нарушений по 40 пунктам. Остальным пяти муниципальным заказчикам Еврострой представил фиктивные паспорта качества на щебень, после чего указанные работы были приняты. Специалистами были отобраны пробы строительных материалов, которые были привезены на объект для дальнейшей укладки в асфальт и в дорожное покрытие. Результаты испытаний, которые проведились в собственной лаборатории, показали, что щебень не соответствует требованиям, заложенным в техническом задании. Вместо марки 400 получилось два раза марка 200, один раз марка 300. Сразу же подряд организации ОСК Еврострой было выписано предписание о приостановлении дорожно-строительных работ в связи с несоответственным применением их материала требованием технического задания. Организация проигнорировала наши предписания, не стала их устранять и продолжила строительство. Где-то в начале июля, несмотря на все уверения, что дорога не будет принята в таком состоянии, из таких материалов сделаны, они принесли исполнительную документацию на проверку. Строительный контроль ничего не подписывал, ни актов, ничего, потому как дорога не соответствует требованиям. С этими результатами экспертизы жители деревни Верхний Тамлай обратились в суд. В ответ строительная компания выступила с иском, требуя взыскать с администрации поселения около 480 тысяч за проведение своей строительной экспертизы, за судебные расходы и за использованные стройматериалы. Для того, чтобы провести в соответствии контракт, компания «Еврострой» должна была убрать всю марку щебня М300 и заложить М400, что мы хотим сейчас доказать суду. Но почему-то суд на сегодняшний день это не учитывает. Пока жители всех этих шести деревень пытаются добиться справедливости и получить долгожданную дорогу, жители села Окрамово не нарадуются своей. В том же году также по программе инициативного бюджетирования они отремонтировали свою. Подрядчик работал в соответствии со всеми требованиями и дорога получилась как надо. Но эти работы выполнил совсем другой подрядчик. Наталья Мальчикова, Алексей Зотиков, Александр Атяков. Республика. Чебоксары и Новочебоксар связал новый маршрут. С 12 апреля между двумя городами начал курсировать автобус номер 101 и стал продолжением столичного автобусного маршрута номер 32. Остановка фабрики нет. Следующая остановка торговая дорога. Маршрут очень хороший. Людям очень хорошо. Такие большие автобусы очень нужны были. 101 автобус, он же 32-й, выходит путь с раннего утра. С остановки Чандрова в Чебоксарах и с остановки Сокол в Новочебоксарске. Но если раньше на маршруте было три автобуса, теперь их количество увеличено до 21. Маршрут построен следующим образом. Сокола следует через площадь Победы, Комсомольская, Каблучок, далее Ельниково, турист Юракова. Сейчас он направляется в Новоюжный район через Маштехникам, следует по тракторостроителей, МТВ, железнодорожный вокзал, Николаева и следует северо-западный до Лукина. В пиковое время маршрут ездит по интервалу 7-10 минут, межпиковые до 20 минут. На учебу, на работу. Из Новочебоксарска пассажирпоток с утра разделяется чаще всего на два основных направления. В сторону Новоюжного района и в сторону северо-западного. Именно поэтому автобус в Новочебоксарске идет по 101 маршруту, а в Чебоксарах по 32. При этом пассажирам не придется пересаживаться на остановке Маштехникум. Сегодня пассажир города Новочебоксарске имеет возможность, отчислив посадку города Новочебоксарске, доехать в любой конец города Чебоксар. То есть это будь то Новоюжный район, район ЖД вокзала, центрального рынка и попасть в северо-западный район. Семь утра пассажиров не очень много. А ведь еще пару дней назад в часы пик приходилось туго. На остановках не протолкнуться, а в маршрутках, как бочки с сельдью. Благодаря транспортной модернизации на смену маломестным маршруткам на дороге выходят автобусы среднего и большого класса. Люди битком, когда в том числе мы видели сегодня и с нарушениями правил дорожного движения гоняют. Спасибо огромное руководству Чувашской республики. У нас транспортная модернизация сегодня идет. В том числе это по обновлению внутригородского троллейбусного автопарка. Уже новые троллейбусы у нас сегодня ходят. И в том числе решение этой многолетней проблемы, которую мы видим сегодня, она базовая, она уже решилась. Она уже решилась. Ну а дальше будем улучшать, подрабатывать. 1 час 15 минут. Время в пути от северо-западного района столицы до остановки Сокола в Новочебоксарске. Тарифы на маршруте останутся прежние. И оплата будет взыматься один раз за одну поездку. Наталья Мальчикова, Дмитрий Салманов. Республика. В республике несколько дней идут всероссийские командно-штабные учения. На базе поселка Первомайский на левом берегу Волги специалисты отрабатывают условные действия во время весеннего паутка и лесных пожаров. В учениях принял участие и глава республики. Становись! Равняйсь! Смирно! Равняйся на средину! Равняйся на средину! Крупномасштабные учения идут во всех регионах России. На территории республики задействовано более 3000 человек личного состава и около 160 единиц техники. К специалистам МЧС присоединились пожарные, спасатели, сотрудники лесной охраны, полиция, медицинские работники. У каждого своя задача, но цель одна – предотвратить бедствие и оказать помощь пострадавшим. В сегодняшних учениях будет отработано водное, связанное с подтоплением населенного пункта, а также распространением лесного пожара на территорию населенного пункта. В зону подтопления по водной у нас попало порядка 40 человек, жителей населенного пункта. Также угроза от перехода природного пожара, также угроза порядка 40 человек и 5 жилым домам. Вопросы безопасности населения и защиты объектов от природных рисков – приоритетные задачи для ведомства. Поэтому все проблемные моменты надо отработать в ходе учений. Зачернение, вопросы зачернения, люди для установки плавающей мотопомпы, которые будут помогать ПНС-110. Чтобы воду выкачивать. Да, чтобы откачивать воду, переливать через дамбу. Подразделения представили технику и оборудование, предназначенные для эвакуации людей и проведения аварийно-спасательных и восстановительных работ. Была организована бесперебойная передача данных высшестоящим органам управления. Свою готовность к реагированию продемонстрировала и аэромобильная группировка. Глава республики оценил возможности бригад, оказавшихся в эпицентре условного пожара. Откак группировки входит. Аварийно-спасательный автомобиль. Олег Алексеевич, тяжело было? Ну, я бы не сказал, что тяжело. Все-таки учебный вариант. Но чувствуется, как бы так сказать, не просто волнение, а такая внутренняя собранность и мобилизованность. И, конечно же, ощущение того, что это очень серьезно могут быть последствия, когда вот чувствуешь вот это давление, вода, огонь, все вместе. Эти стихии заставляют реально почувствовать и осознать всю опасность, возможную опасность. Напомним, что действующие нормы административного кодекса о правонарушениях на предмет ответственности за пал травы, возможно, будут внесены изменения. Уровень наказания будет зависеть от причиненного ущерба и других последствий пожара. Екатерина Шиверова, Андрей Шоклев, Республика. Мероприятие по защите прав потребителей сегодня обсудили на координационном совещании при главе Чувашской Республики. Чтобы снизить число жалоб от жителей, основным в этом направлении должно стать повышение качества и безопасности продукции. Важно создать преграды для поступления на потребительский рынок товаров, работы и услуг ненадлежащего качества. И, конечно же, повышать грамотность населения. Еще одним фактором защиты прав потребителей является сдерживание цен на продукты. Министерство экономического развития регулярно мониторит цены в магазинах, оперативно реагирует на обращения о завышенных ценах. Хорошей практикой стало заключение соглашения между органами власти, товаропроизводителями и федеральными торговыми сетями. Тематические консультации, горячие линии и круглые столы повышают уровень знаний в этой области. Еще один способ защитить права потребителей – обязательная маркировка товаров. Сейчас действует обязательная сертификация лекарственной продукции, обуви, туалетные воды и шин. Управление Роспотребнадзора следит за соблюдением этого правила. В прошлом году 15 предпринимателей были привлечены к ответственности. С 1 мая – обязательная маркировка продукции легкой промышленности. Летом – мороженого и сыров, а зимой – скоро портящиеся молочные продукции. Конечно, для многих производителей товаров такая процедура может стать затратной. Олег Николаев призвал предусмотреть меры поддержки. Маркированный продукт позволяет потребителю быть уверенным, что данная продукция будет в соответствии с заявленным качеством. Позволит любому потребителю проверить происхождение товара. Ну а контролирующим органам надзора очень оперативно проверить, в случае возникновения каких-то ситуаций, проверить, откуда товар, как пришел и где какие проблемы на каком звене возникли. Наша задача, с одной стороны, использовать его максимально для того, чтобы защитить наших производителей, и сделать все для того, чтобы все дополнительные затраты, которые могут лечь на предпринимателей, особенно по тем группам товаров, которые носят, как уже мной было выше сказано, на жизнеобеспечивающий характер, чтобы на них цены от этих затрат не выросли значительно. Развитие цифровой инфраструктуры в населенных пунктах обсудили сегодня глава Чуваши и представители компании Ростелеком. В этом году по республике планируется подключить к сети интернет 143 социально значимых объекта. Делать это будут в рамках национального проекта «Цифровая экономика». Подключение планируют завершить в сентябре этого года. Это и школы, это и ФАПы, это и пункты Росгвардии, пункты полиции, органы местного самоуправления. Соответственно, в прошлом году программа была завершена даже с превышением. Было построено 124 социально значимых объекта. А в этом году осталось подключить 143 социально значимых объекта. Из них львиная доля – это ФАПы, 103 ФАПа, 30 образовательных организаций, 1 пожарная часть и 300 органов местного самоуправления. На сегодня интернет отсутствует в 47 малых населенных пунктах. Там живет не так уж много людей, поэтому вопрос, выгодно ли это сотовому оператору, вполне закономерен. Ведь на создание необходимой инфраструктуры уходит немало средств. Решить проблему можно с помощью субсидий. У меня предложение пойти таким этапом. С операторами встречаемся, понимаем, какой размер и какой приоритет. Собственно, из этого можно будет составлять какую-то программу уже решения этой задачи. Сразу говорю, они могут быть разные по стоимости, потому что есть малые населенные пункты, где совсем мало людей. И там достаточно просто на наш существующий столб поставить просто базовую станцию. Обсудили на встрече и вопрос информационной безопасности населения. У компании есть своя программа «Безопасный город». Это платформа, которая призвана объединить в себе все существующие системы безопасности. И ее основная цель – это облегчить принятие управленческих решений в связи с различными чрезвычайными ситуациями и безопасностью в регионе. И система эта многоуровневая. Еще одно предложение установить на фонарных столбах точку доступа Wi-Fi и видеонаблюдения. Надо двигаться по всем этим направлениям. Есть понимание, что, понятно, массово это мы не охватим. Но при этом уже вкрапливать в экосистемы, создавать локальные экосистемы, как в жилых массивах, так и в общественных местах, их надо. И тем самым популяризировать эти подходы. Ольга Семенова, Андрей Шоклев, Республика. Наверное, это очень... Их провел руководитель Вячеслав Борисов. Здесь ценятся ответственные инициативные люди, способные достигать поставленных целей. Современные руководители должны в совершенстве владеть информационными технологиями. Интересные идеи и проекты только приветствуются. Дни карьеры проходят сейчас и в других государственных органах республики. О трудовом подвиге чувашского народа в годы Великой Отечественной войны должно знать нынешнее поколение молодых. И не только те, кто родился и живет в республике, но и те, кто в силу жизненных обстоятельств нашел родной дом в других уголках страны. Об этом шла речь на встрече с представителями национально-культурных центров. В онлайн-разговоре приняли участие наши земляки из Санкт-Петербурга, Самары, Иркутска и, конечно же, Чувашии. Инициатором стало Чувашское культурное общество и Дом дружбы Ленинградской области. Герои трудового фронта еще живы. Многие из них строили сурские и казанские оборонительные рубежи. В этом году республика отмечает 80-летие памятной даты. Мы-то с вами, взрослые поколения, хотя бы услышали воспоминания своих родителей. Родители, кто-то слышал воспоминания дедушек, бабушек, а вот, допустим, внуки, правнуки сегодняшние, вы знаете, они очень мало знают о истории о героях войны, а не говоря уже о дружниках тыла. И, наверное, вот наша задача общественных организаций выходить больше на такие встречи с молодежью. В числе главных мероприятий 9 мая – Парад Победы, Шествие Бессмертного полка и Героев Трудового фронта. Два последних пройдут, скорее всего, дистанционно. Окончательное решение будет принято 25 апреля с учетом рекомендаций Роспотребнадзора. Но независимо от принятого решения, акция будет организована и в онлайн-режиме. У нас есть сурский рубеж РФ, на сегодняшний день портал, где вы действительно можете ознакомиться с исторической составляющей, как земляки еще больше узнать о том, что происходит на сегодняшний день в Чувашии, какие мероприятия в этом ключе проводятся. На сайте сурский рубеж РФ можно найти даже рамку, чтобы вставить туда фотопортреты родных и близких. О Героях Трудового фронта узнает вся страна и мир. Всего в рамках празднования Дня Победы в Чувашии в этом году планируется провести около 2000 мероприятий. Ульяна Пятакова, Павел Рядков, Республика. В Чувашии 254 участника Великой Отечественной войны получат единовременную выплату, которая приурочена ко Дню Победы. Сумма выплаты составит 10 тысяч рублей. Эти деньги участники войны получают с 2019 года по указу президента страны Владимира Путина. Специально обращаться в Пенсионный фонд России для получения ежегодной выплаты не надо. Ее ветеран получит вместе с пенсией. В прошлом году деньги ко Дню Победы получили 404 ветерана. Продолжается прием заявок на конкурс «Лидеры России». Участники вправе выбрать любое среди восьми направлений. Одно из них – здравоохранение. Пандемийный год доказал врачи-лидеры, принимающие вызовы времени. Найти единомышленников по стране им помогает всероссийский конкурс. Регистрация на него открыта до 26 апреля на сайте «Лидеры России. РФ». Это не только соревнования. Конкурс – это в том числе возможность сократить дистанцию, приблизиться к тем людям, которые являются лидерами мнений, получить наставника, который за руку поможет вам двигаться по жизни и достигать новых результатов. Он доступен для каждого. Победители и финалисты конкурса получат возможность повысить квалификацию в ведущих вузах страны, поработать с наставником, одним из лучших специалистов России в области охраны здоровья, а также пройти стажировку или получить вакансию в Министерстве здравоохранения России, региональных ведомствах, подведомственных научных и учебных учреждениях. Это главные новости четверга, 15 апреля. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова